Выпуск продолжит рубрика наших коллег с телекомпанией «Рифей». Журналисты встретились в студии с депутатом Законодательного собрания Пермского края Алексеем Золотаревым. Вы смотрите «Встреча на Рифее». Честный разговор двух неравнодушных людей. В студии Светлана Заболоцких, а у нас в гостях вице-спикер Законодательного собрания Пермского края Алексей Золотарев. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Владимирович, вы являетесь членом нескольких рабочих групп, постоянно действующих. И одна из них – это рабочая группа по инфраструктурному строительству. И совсем недавно вам с вашими коллегами был презентован объект, какой краевая власть хотела бы построить у нас в Перми. Это большой концертно-спортивный комплекс. Обсуждение вызвал этот объект, нужен, не нужен. Далеко не все ваши коллеги согласились изначально с тем, что необходимо его построить. Но, тем не менее, решение было принято. А вот ваше мнение лично, то есть вы как считаете, как эксперт? Я считаю, что вы же знаете, что как раз в спорах рождается истина. И те люди, которые действительно свои сомнения высказывали, отчасти я бы сказал, что не правы, потому что сегодня строительство такого серьезного объекта – это как раз работа в долгую. Поэтому мы планируем в 2021 году закончить проектирование, приступить к строительству и в 2024 завершить этот объект. Сегодня даже при строительстве двух реконструкций – молота и строительстве ледового дворца для фигурного катания – у нас сегодня страшный дефицит леда вообще в Пермском крае. От того, что мы сегодня развиваем очень сильно спорт, развиваем очень сильно направление, то как раз вот эта работа на перспективу, я бы даже сказал, когда к тому времени, когда мы подойдем и будут загружены сегодня уже практически все площади, он будет востребован. Он будет востребован не только как лед, но и как та территория, то место, где можно будет делать массовые серьезные мероприятия. Ну, я с вами соглашусь полностью, потому что я считаю, чем больше таких объектов, куда люди могут приходить, тем лучше и для города, и для края в целом. А вообще, как ваш депутатский корпус, именно от него зависят все бюджетные сигнования на строительство тех или иных объектов инфраструктурных. Вот как вы ранжируете, что нужно вперед? То есть список составляется практически ежегодно, он утверждается на трехлетку, какая-то ротация происходит. Ну вот, что ставится в приоритет? Как это формируется? Вы знаете, сегодня вообще мы живем по 11 программам, которые ежегодно утверждаем и живем в них, работаем. Естественно, что объекты, которые попадают в перечень строительства, инфраструктурный, он закрыт, вернее, не закрытый, он открытый. И те объекты, которые сегодня заходят в работу или попадают просто в перечень, то есть по ним начинается определенная работа, начиная от ПИРа, то есть проектно-искальческих работ, заканчивая сопровождением в дальнейшем и строительством и водоэксплуатацией, передачей в конечном итоге либо в министерство, либо профильное, либо сопровождает край. Это как раз достаточно в некоторых случаях долгий процесс, поэтому те перечни, которые сегодня утверждены, нами понятно, что они в течение периода меняются в зависимости от готовности того или иного объекта, либо той или иной ситуации. Поэтому, естественно, что в приоритете у нас важные национальные объекты, это действительно строительство школ, детских больниц, вообще больниц, это как раз те инфраструктурные объекты, о которых я говорю сегодня, о которых мы обсуждаем, это дороги. Я считаю, это все важно, потому что выделить именно какой-то один из них, это неправильно, важно выбирать приоритеты. Вы человек, который жил и живет в Кунгуре, в Краевой центр вы не переехали. И хотя вы были избраны по партийному списку, а не по одномандатному округу, но тем не менее вы кунгуряков не забываете, своих избирателей с ними встречаетесь, им помогаете. Так вот, скажите, есть вам что озвучить на встречах с вашими избирателями, жителями Кунгура и Кунгурского района? Вот есть какие-то объекты в 20-м, 21-м, не знаю, 22-м годах, какие появятся вот инфраструктурные на их территориях? Ну, вы знаете, сегодня, начиная с строительства автомобильных дорог, приведения в соответствие, которые сегодня точно так же коснулись, значит, не только нашей столице, нашей Перми и территории, которые находятся. Вот изначимых, наверное, хочу сказать, что вот очень долго решался вопрос. У нас есть в городе древний памятник, старинный памятник, это гостиный двор, и по нему очень долго шли, значит, передавался в региональную собственность, очень долго с федеральной, потом определенное решение, что с ним дальше делать. На сегодняшний день есть утвержденный и понятный проект, который прошел все экспертизы. Сегодня он включен в план следующего года по реализации этого проекта. То бишь, если мы говорим, что наш город Конгород – это часть исторический, даже не часть, а исторический город, и мы все пытаемся развивать туризм в нашем городе, то как раз этот объект будет еще очередным украшением, я бы даже сказал, с учетом денежных средств краевого бюджета. И я считаю, это здорово, что сегодня мы обращаем внимание не только на строительство строительства таких инфраструктурных, значимых, важных объектов в крае. Вы являетесь членом последовательной действующей рабочей группы по дорожному строительству. Очень, ну я не знаю, такого финансирования на строительство, ремонт дорог не было в нашем крае много-много лет. И вот последние два года мы видим, как ситуация меняется. В ближайшую трехлетку, в ближайший год, какие изменения вначале в целом, давайте скажем, потому что бюджет вы как раз во втором чтении приняли, да? Давайте мы немножечко сориентируем, может быть, по бюджету, который сегодня является нашим основным документом, согласно которому мы планируем нашу жизнь и работу на ближайшие три года. Он у нас, как всегда, носит социальную значимость. Почему? Потому что порядка 72% – это как раз те выплаты необходимой программы, которые носят социальный характер. Есть положительные моменты, которые, я считаю, стоит отметить. Естественно, что с каждым годом мы по каждой программе практически увеличиваем финансирование, потому что невозможно, наверное, в раз при определенном количестве финансовых средств их освоить правильно, не просто их потратить впустую. Это очень важно. Второе, что мы, я уже сказал, оставили социальную направленность нашего бюджета. И третье, самое основное, я считаю, это как раз мы увеличили фонд инвестиций, так называемый. Это как раз те важные инфраструктурные объекты, которые сегодня позволяют нам дополнительно их создавать, улучшать жизнь наших граждан и делать еще более привлекательными наши города. Теперь к дорогам. Теперь к дорогам. Точно так же мы взяли, не только мы, а правительство в целом за последние три года. Пример приведу, допустим, 2016 года дорожный фонд составлял порядка 5-6 миллиардов, а до сегодняшнего дня дорожный фонд составлял порядка 18 миллиардов. То есть практически в три раза увеличился объем финансирования. Он увеличился по всем направлениям. Не только содержание, либо строительство. Практически в два-три раза в некотором случае строительство увеличилось с 800 миллионов до 8 миллиардов. То есть это в 10 раз. Некоторые вещи улучшили по своим направлениям показатели как раз с точки зрения приведения в нормативное состояние. У нас на порядок улучшились как раз те дороги, которые носят региональную направленность. То есть мы потихоньку их приводим в состояние того, которое должно быть, чтобы они были безопасными. И что еще хотелось бы отметить, что порядка 5 миллиардов рублей дополнительных средств выделяется для приведения в нормативное состояние и ремонт в наших муниципалитетах. Что тоже очень, я бы сказал, значимо, потому что что важнее как раз благоустройство и дороги в наших городах. То есть ежегодно порядка, насколько я помню, 50 миллионов рублей у нас выделяется на ремонт, строительство дорог местного значения в городе Кунгуре. И я усоверяю, что жители нашего города ежегодно обращают внимание, что благоустройство и приведение в нормативное состояние, как всегда, началось с центра. И тихонечко доходит до окраин. Сегодня не только Кунгур, но и Кунгурский район, потому что Кунгурский район граничит с городом Кунгуром, и выезд или заезд как раз проходит через территорию Кунгурского района. То есть в течение двух лет была сделана реконструкция второго выезда, это порядка 49 миллионов рублей. И я считаю, что как раз те движения, те направления, которые были выбраны правительством, это носит как раз тот приоритетный характер, который необходим для наших жителей. Ну а в Кунгурском районе вы ездите же по территории, все равно общаетесь, с людьми встречаетесь. Они что говорят? Они замечают, что у них, допустим, поселковые какие-то или межпоселковые дороги стали лучше? То есть где-то раньше, может быть, на УАЗике нельзя было проехать, а теперь они на легковой машине проезжают. Ну вот смотрите, я считаю, что не только в Кунгурском районе, в целом, во всем крае министерствам были приняты абсолютно верные завершенные решения о передаче в региональную собственность тех дорог, которые носят региональное значение. То есть это те дороги, которые между населенными пунктами, где те муниципалитеты не имеют возможности просто их содержать. И на протяжении уже 3-4 лет постепенно эти дороги передаются. Естественно, что муниципалитеты освобождаются от этой обязанности их содержать, перенося это содержание на плечи краевого бюджета, по сути. Вот как раз они видят и замечают, что они как раз приводятся в нормативное состояние, как раз они улучшаются. Понятно, что эта программа рассчитана на не один год, как минимум на десяток лет, чтобы уже сегодня тот уровень, к которому мы стремимся, его достичь. Ну вас знают в территории, уважают, любят. С чем приходят люди к вам в вашу приемную? Ну вы знаете, люди приходят абсолютно с разными вопросами, начиная от тех проблем, которые семейные, заканчивая теми вопросами, которые реально по существу и направлены, наверное, конкретно в мой адрес. Но вот это говорит о большом доверии, что приходят даже с какими-то личными вещами. Вы знаете, я почему-то думаю, что люди, действительно, идя к нам в приемную, ищут лишний раз те ответы на те вопросы, которые не нашли где-то в других местах, в других учреждениях. Поэтому мы действительно являемся теми проводниками, я бы сказал, между исполнительной властью и населением нашими гражданами, ну как раз выполняя те обязанности прямые, для чего мы были избраны. Ну вот другого я для себя ответа не вижу. Ну вы человек ответственный. Приходится отказывать ведь, наверное, иногда. Как вы это делаете? Вот просто уходите от ответа или говорите прямо, что ну здесь помочь не могу? Ну вы знаете, я много лет живу в таких правильных процессах, что лучше сегодня знать горькую правду, чем обмануть и человека обмануть, солгать. Почему? Потому что в конечном итоге, потом, через определенное время, если мы сегодня живем не одним днем, не одним годом, не одним разом, то завтра, если человек не услышал или бы понял, что сегодня была возможность помочь, либо мы слукавили и не смогли выполнить то или иное просьбу, да, то человек теряет просто доверие. Я понимаю, что сегодня, если мы будем идти так, то, ну, как минимум, это дорога как бы вот с ограниченным движением, как минимум. А если говорить о том, что как правильно все-таки, и ведь отказ любой, это отказ именно, что вот именно в этом направлении, наверное, неправильно был задан вопрос, либо какая-то проблема, да, то есть это решение может быть в других дверях, это, наверное, в других инстанциях, поэтому зачастую как раз отказ с моей стороны, с точки зрения, что вот это неправильно, надо делать так, идем вместе, и мы начинаем сопровождать тогда этого человека, да, вот только тогда я считаю, что это, наверное, абсолютно аргументированный, правильный, взвешенный отказ и движение в том направлении, в котором сегодня необходимо двигаться всем. Ну, то есть такую дорожную карту вы человеку все равно показываете, да, в каком направлении мы идти? Ну, потому что эти вопросы могут оказаться не моего уровня, да, то есть там это федеральный уровень, да, это сегодня те решения, которые на уровне президента, на уровне Государственной Думы, поэтому как раз человеку объясняю, разъясняю то, значит, какие на сегодняшний день полномочия у исполнительной власти, законодательной и тех, значит, уровней ответственности при решении президента и Государственной Думы. Спасибо вам за неравнодушие, за то, что вы не оставляете без внимания даже, казалось бы, какие-то мелкие вопросы, ну и спасибо за то, что нашли время и пришли на нашу передачу. Спасибо вам. Вы смотрели «Встречи на Рифея», смотрите нас каждую неделю, будет любопытно. Редактор субтитров А.Семкин